Всем привет и добро пожаловать на канал Break New World. Сегодня я хочу рассказать вам полную историю русских шпионок в сериях Black Ops, а именно Григория Уивера и Дмитрия Беликова. Итак, давайте же начнем наш рассказ с Григория Уивера. По данным разведки ЦРУ, Григорий родился 10 ноября 1936 года. Его отец был местным политиком, которого сдали НКВДшникам и убили во времена сталинских репрессий, а его мать сбежала в Соединенные Штаты во времена Второй мировой войны. В 1954 году Уивер поступает на службу в армию США, где он показывает отличные боевые навыки в школе рейнджеров. Благодаря знанию своего родного языка Уивера сразу же вербуют в ЦРУ. Для выполнения тайных заданий. В ЦРУ он знакомится с Джейсоном Хадсоном. Впервые мы видим Уивера в миссии «Особое задание». Григорий должен был внедриться в ряды бойцов Никиты Драговича и отменить запуск ракеты «Союз» на космодроме Байконур. Но Лев Кравченко, помощник Драговича, раскрывает Уивера и берет его в плен для допроса. Кравченко предложил сдаться Мейсону и Вуцу, но они не ответили на рацию. Тогда Кравченко вырезал Уиверу левый глаз. После этого измученного Уивера переместят в другое помещение, где в конечном итоге его спасет Мейсон. Выполнив задание по ликвидации ракет, Уивер возвращается обратно в США, где проходит лечение. Кстати, Мейсон довольно хорошо отзывался о Уивере. Уивер был русским, но неплохим. Однако после операции по уничтожению ракеты, Мейсону становилось все хуже после промывки мозгов в Иркуте, из-за чего он стал не доверять Уиверу. После того, как группа исследований и наблюдений во Вьетнаме восстановили данные от советского перебежчика, они узнали, что у Драговича есть ученый Дэниел Кларк, который помог синтезировать газ НОВА-6. Восстановившийся Уивер и Джейсон Хадсон отправились в Коу-Лун, Гонконг, чтобы допросить ученого. Во время допроса Кларк рассказывает всю необходимую информацию, а также выдает еще одного ученого, связанного с газом, нацистского ученого Фридриха Штайнера. В это же время спецназ Драговича был также отправлен в Коу-Лун, для того, чтобы почистить хвосты. Они выполняют задание и убивают Кларка, а Хадсон с Уивером сразу же отправляются в горы Ямонтау в Советском Союзе, для того, чтобы схватить и допросить ученого. Для захвата Штайнера ЦРУ создает отряд Кила-1, в который входило 4 оперативника – Хадсон, Уивер, Брукс и Харрис. Отряд при помощи поддержки разведывательного самолета Биг Ай-6 штурмует базу в горах Ямонтау. Выясняется, что Штайнера на базе нет, но они узнают о точках удара НОВА-6. А также Штайнер связывается с отрядом и соглашается на сделку. Его жизнь в обмен на информацию. Еще Штайнер выдает свое местоположение – Остров Возрождения в Аральском море. ЦРУ считало, что Мейсон погиб во Вьетнаме, но он прибывает на Остров Возрождения, чтобы убить Штайнера. В это же время Хадсон, Уивер и другие оперативники ЦРУ штурмуют остров. Проникнув на базу, ЦРУшники видят, как Мейсон провозглашает себя Виктором Резновым и убивает Штайнера. Оперативники вырубают Мейсона и отводят его на допрос. Хадсон и Уивер начинают допрос Мейсона. Им необходимо узнать всю тайну о числах, а также местоположении станции передачи чисел. В какой-то момент Уивер сдается, но Хадсон, продолжая допрос, все узнает. И оперативники сразу же отправляются в Мексиканский залив, где находится корабль «Русалка». Группа агентов ЦРУ штурмует и захватывает судно. Захватив корабль, отряд понимает, что станция находится под самим судном. Мейсон и Хадсон отправляются на станцию, где убивают Драговича. Уивер же и остальные агенты будут контролировать территориальные воды. Все кончено. Победа. Ну да. В 1978 году из секретных данных ЦРУ можно узнать, что после убийства Никиты Драговича Мейсон так и не смог оправиться от промывки мозгов и по-прежнему слышит голос Виктора Резнова. Это представляло угрозу национальной безопасности для Соединенных Штатов Америки. Уивер и Хадсон также стали агентами, которые попали под подозрение, потому что они имели связь с Мейсоном. Из-за этого Хадсон, Мейсон и Уивер бежали в Южную Африку. 28 октября этого же года ЦРУ сформировало оперативную группу совместно с Ми-6, чтобы найти и ликвидировать агентов Хадсона, Мейсона и Уивера. У операции было кодовое название Хребда. Хадсону и Мейсону удалось выжить, судьба же Уивера остается неизвестной. По неподтвержденной информации, Григорий Уивер так и продолжил работать в ЦРУ вместе с Хадсоном к началу 80-х. Еще есть теория, что Уивер спас крутую тройку в Афганистане, когда их предал Мулар Ахман. Как вам кажется, что случилось с Григорием Уивером после событий первого Блэк-Опса? Пишите в комментах. Ну а мы переходим к Дмитрию Беликову. О Дмитрии Беликове мало что известно. В 1967 году Беликов был одним из военных специалистов, отправленных в Северный Вьетнам для оказания помощи военным. Там он занимался обучением пилотов, которые осваивали советские вертолеты. Во Вьетнаме Хадсон установил контакт с Беликовым и завербовал его в сеть агентов ЦРУ под прикрытием. После окончания войны Дмитрий дослужился до звания майора и занял должность начальника управления собственной безопасности КГБ на Лубянке. 3 марта 1981 года Беликов доставил Мейсона и Вудса на вертолете на ту самую базу в Ямонтау, где когда-то зачистили все Хадсон с Уивером. Беликов помог с вооружением героям, но Мейсон все равно относился с опаской и недоверием к Дмитрию. Вот какой диалог состоится между Алексом и Вудсом. Ты это наш человек? Пусть запах берегара тебя не обманывает. Майор Дмитрий Беликов серьезный парень. Он знает, где у них зарыты трупы и лично зарыл половину из них. Проникнув на базу и найдя ЭВМ, Беликов прилетит на вертолете и поможет выкрасть компьютер, на котором содержится профиль спящих агентов Драговича. Сразу же после этого Рассел Адлер выходит на связь с Беликовым, чтобы попросить у него помощи в проникновении здания КГБ на Лубянке и в бункер под ним, в котором хранится вся архивная информация. Беликова вызывают на совещание, в котором Горбачев, Захаев и Кравченко испытывают серьезные беспокойства по поводу Крота в штабе КГБ. Пустив Адлера и Белла в здание, советские солдаты выясняют, что Крота есть Беликов и схватят его. В этот же момент Адлер с Беллом при помощи газа спасут Дмитрия. Выполнив задание, тройка успешно эвакуируется из страны. Последнее упоминание Беликова было во время штурма базы Персея на Соловецких островах. Вуд скажет, «Ну Беликов удружил, хорошая броня». Скорее всего, у Беликова были хорошие связи с поставщиками оружия, оборудования и транспорта, потому что именно он выручал героев во время игры. Как вы относитесь к персонажам этого выпуска? Пишите в комментах. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосики самыми первыми. Еще можете подписаться на наш телеграм-канал и дискорд-сервер. Все ссылочки вы найдете в описании. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok